Эфир Первого Ярославского продолжает проект в тему в студии Дарья Носовская. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. Мы обсудим одну из актуальных весенних тем, а именно ситуацию с половодием на данный момент. Стоит ли бояться и есть ли опасность подтопления? Дмитрий Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Дмитрий Владимирович, как происходит контроль за весенним половодием? На сегодняшний день в регионе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу за складывающейся гидрологической обстановкой. В этот штаб входят представители правительства области, органы исполнительной власти, главное управление МЧС, ну и муниципальное образование, безусловно, все подключены к работе. Сегодня ситуация стабильная, уровни воды в Горьковском водохранилище значительно ниже неблагоприятных гидрологических явлений. Поэтому немного сложная ситуация на малых реках в связи с многоводным весенним периодом и запасом снега. Но ситуация находится под полным контролем, в том числе и муниципальных образований, и органов власти, и правительства области. Какие наиболее опасные места, где возможно превышение отметки в Ярославской области? С учетом ситуации, складывающейся на незарегулированных участках русел рек, это, как правило, малые реки, безусловно, в зоне риска находятся прибрежные территории, низменные участки территории на берегах малых рек. На этих участках сконцентрировано внимание органов местного самоправления, контрольных органов, которые непосредственно и информируют население, и мониторят ситуацию, которая сегодня складывается на этих участках. Это, как правило, Ярославский район традиционно, Тутайский район, Борисоглебский, Ростовский район, Переславский район, которые сегодня как раз и есть одно проблемное место. Был затоплен участок подъездного пути к населенному пункту пожарно-спасательной службой. Организован мониторинг за ситуацией, контроль и переправа через данный проблемный участок. Какие службы задействованы по контролю и мониторингу гидрологической ситуации? Основной мониторинг, конечно, осуществляет Ярославский ЦГМС, который ведет наблюдение на 30 стационарных постах по региону. И у нас развернуто два дополнительных поста как раз на проблемных участках. Это в районе Красного Профинтерна на реке Волга и в Борисоглебском районе на реке Устье. Это основной источник информации по складывающей ситуации. Также ежесуточно информацию нам направляет ПАО РУСГИДРО, эксплуатант наших гидроэлектростанций, которые также предоставляют сведения о приточности, об уровнях воды в водохранилищах, ну и о режимах работы гидроузлов. Конечно, подключены к работе органы местного самоправления и органы исполнительной власти правительства области. Все работаем в ежесуточном режиме в рамках взаимодействия с штабной работой. Какая техника имеется у области для предотвращения и далее последствий? В припаутке период в соответствии с планом подготовки к особо опасному периоду была проведена в том числе проверка готовности сил и средств в муниципальных образованиях, в сельских поселениях, ну и ресурсов области. Сегодня мобилизовано порядка 5000 единиц техники специализированной и задействовано более 1000 человек, штатных единиц сотрудников наших спасателей, управленцев в органах местного самоправления. Подготовлены силы и средства для развертывания двух оперативных штабов и эвакуации населения. Дмитрий Владимирович, я благодарю вас за эту встречу. Спасибо вам. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях был директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. Это был телепроект «В тему». В студии работала Дарья Анасовская. Оставайтесь на Первом Ярославском и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова